Привет, зритель! Продолжаю снимать на Sony камеру, потому что DJI у меня полностью заполнено. И сейчас у меня будет обзор моего парфюма на октябре. Сначала хотела, как обычно, меня периодически тянет соединить парфюм и уход в одно. Но знаю, что есть какие-то зрители, которые всё ещё смотрят эти парфюмы отдельно. Хоть почему-то я заметила очень мало просмотров в последний год на уход парфюму в пустые баночки идёт. Что меня немножко расстраивает. Сильно расстраивает, очень сильно расстраивает. Я решила записать отдельный обзор на мой парфюм на октябрь. Это, конечно, не совсем парфюм, но всё же парфюм. От Avon Senses, лемонграсс и кокос, с экстрактом лемонграсса и масла с ши. Лосьон спрой для тела 100 мл. От подписчицы Лёлечки подарочек. Он у меня стоит на кухне, иногда я им прискую в комнате, иногда прискую на себя. Короче, он очень классный. Мне он очень нравится. У него такой согревающий аромат. Вот. А дальше у меня пойдёт, хотела бы сказать, один сплошной Эфраше, но я не смогла достать с той полочки своей, где куча всяких духов и косметики с запасиком стоит, то, что мне хотелось. И поэтому у меня будут косплейные духи. Почему косплейные? Потому что Avon Prima, которая сама по себе Prima, без всяких других слов, очень сильно напоминает один в один Common Evidence от Эфраше. Восемь часов стойкости, на самом деле, и больше. Сутки с лишним. Одного пшика достаточно, поэтому она у меня до сих пор вот такая совсем мало запшиканная. Хорошая крышечка. Хороший флакончик. Я тащусь от них. Это пудровый такой аромат обалденный. Вот он у меня с сентября приходит на октябрь. В сентябре хоть и не было заявлено, но я что-то как-то открыла полку, увидела их, влюбилась в них заново, достала и приснула на себя. А сегодня поняла, что надо их использовать ещё и в октябре. Это у нас Эфраше Суалексеры Буа Сенсуэль, которые я покупала, наверное, ещё в начале 19-го года. Последний раз, предпоследний раз, когда была в Ярике. А может быть, даже ещё и в 18-м году в Эфраше. Потому что я очень давно не была в Ярике, не была в Эфраше. В Эфраше я не была ещё дольше, чем не была в Ярике. Хотя я собиралась летом в Ярик, но не получилось. Ещё моя сестра, которая живёт в Ярике последние несколько лет, ну так она вообще из Ростова обычного, которая тоже Ярославская область, он же называется Ростов Великий, но он маленький по сравнению с Ростовом, в котором я не была. Короче говоря, моя сестра, которая сейчас живёт в Ярике, меня зазывают в гости после того, как побывала у меня в Угле сейчас спустя 5 лет. Так вот, может быть, я там зайду в Эфраше. Вот этот вот. Для меня он пахнет Ирис Нуар, плюс чёрная ваниль, плюс сам Эликсир. Это все три аромата Эфраше, но, по-моему, Ирис Нуар давно уже снят. Если в Эфраше не знаю, чёрная ваниль, Секрет Десант снялась или нет, наверное, тоже снялась, по-моему, там вся эта серия Секрет Десант давно снялась. Не знаю, есть ли ещё Эликсир в каком-нибудь варианте в Эфраше, я что-то туда давно не заходила, на этот сайт, у меня даже аккаунт уже давно отдал богам душу. И карты, я думаю, клиента ещё более давно отдала богам душу. Короче, в общем, он мне очень нравится, он такой унисексовый, на весну, на лето, но вообще он как бы тёплый аромат на холодное время года, но я иногда им и летом пользовалась, он мне очень нравится. Летом именно когда вот тепло. Ну и последнее, то, что у меня досталось в итоге, вместо Каменд Эвиденс, которые у меня вообще-то два. Духи вот сам, такой вот маслянистый духи-духи. И парфюмерная или туалетная, да, я уж не помню. Изначально у меня раньше вообще очень было много Каменд Эвиденс в разных вариантах. Тот, который у меня есть, по-моему, он какой-то коллекционный флакончик. А это у нас Нероли, Секрет Денсанс и Фраше. Оно мне раньше напоминало цветок вишни из серии «Утро в саду» и цветок апельсина, тоже из серии «Утро в саду» и «Фраше», который уже тоже давно, уже такая глубокая снятость. И, в общем, он как-то... Он мне нравится. Что-то такое где-то шумит, я вот чувствую. Не знаю, компьютер, что ли, у меня его включила. Ну, надо дописать видео и пойти глянуть на кухню, что я там могла не выключить. Короче, я сегодня на себя пшиков 20 выпрыскала, потому что я на себе его не ощущаю. Думаю, как так? Он что, выдохся, что ли? Но он очень тонкий такой аромат. И когда я вышла на улицу, я поняла, что я его всё-таки ощущаю, и надо было попрыскать хотя бы пшиков 10, а лучше вообще 5. И, в общем, он мне будет юзаться в октябре. Он мне вроде как идёт больше как... Одно время шёл чисто на холодное время года, а там зима. То есть он зимой всё-таки не бывает настолько тепло, как бывает настолько холодно летом, допустим, да? Поэтому он всё-таки на холодное время года. Может быть, и летом я его пользовала, но что-то я про него вообще забыла. А тут достала, думаю, вау, у меня есть нероли, это же глубокая снятость, вообще уже прям раритет. И вот он у меня будет использоваться в октябре. Так что у меня тут два Эвана и два Ифраше. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, то можете это сделать. Я скажу вам спасибо в титрах и озвучу это вот так, голосом. Ну и регулярно пишу, когда получаю донат от вас. Правда, может, не сразу замечаю это, потому что Сбербанк мне что-то не оповещает, по большей части, о донатах, которые уже пришли в разделе «Сообщество» на канале, на своём, на YouTube. Я буду, если вы мне задонатите, напишу имя и типа спасибо. Спасибо за донат, скажу. Ну и это типа, если вы чем-то подобным пользовались, или пользуетесь чем-то другим, или пользовались тем, что у меня уже было в обзорах, я просто тупо не помню, что у меня уже были за духи, и какие у меня вообще там есть в этой полочке духи, в этом шкафу. Вот он. Не знаю, какой не видно, да? А, да, его не видно. Он справа по борту. Вот. Вот в этом шкафу. Ну, просто напишите в камент, и можете написать в камент ещё угодно. Даже хейт. Я вам поставлю сердечко. Ну и всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok